Открытая студия Открытая студия В Мурманской области продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья И идет она опережающими темпами В этом году другие квартиры получили уже 319 человек Напомним, в рамках программы до 2024 года необходимо расселить 300 аварийных многоквартирных домов В которых зарегистрированы 5 435 человек А в Мурманске в Центре современного искусства 21А открылась выставка «Повседневность» Ее автор – молодая мурманская художница и декоратор областного театра кукол Кира Ширяева На выставке можно увидеть скетчбуки, эскизы, наброски, сделанные в течение года Увидеть экспозицию можно до 14 ноября, вход свободный Ну а сегодня жители Европейской части России и Западной Сибири смогут наблюдать частичное солнечное затмение Черный диск Луны будет проходить на фоне Солнца в течение 2-3 часов В нашей области продолжительность солнечного затмения составит примерно 2 часа 15 минут Оно начнется в 12.15 Достигнет максимума в 13.22 и завершится в 14.30 Отмечается, что в Заполярье Луна закроет Солнце почти на 65% Ну что ж, возвращаемся к нашей теме Сразу же напомню вам контакты для связи с нами Позвонить нам и задать свой вопрос по телефону можно, набрав 99-45-45 Также не забывайте про наш телеграмм и Вайбер, которые привязаны к номеру 921-708-2006 Ну что ж, немножко о теме Российский союз ветеранов Афганистан открыл сбор средств для дополнительной помощи Мобилизованным северянам и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции Финансовую помощь могут также оказать физические и юридические лица Вот, Андрей, расскажите, пожалуйста, чем занимается союз ветеранов, вот в принципе Чтобы, может, познакомить кого-то Так, еще раз, добрый день Занимаемся, наша организация занимается чисто проводим экскурсии для детей Патриотическим воспитанием Ну вот, когда началась специальная операция, наши, ну вот, Валерий Александрович, ездили в Караван 51 И после этого мы поняли, что надо начать собирать коммунитарную помощь Даже не только для наших военных, просто там и миронаселение, они живут Ну, сейчас вот Валерий Александрович больше, он был как раз там, уже, разве ты, наверное, уже там-то был Он сейчас больше, я расскажу про... Вообще, мы занимаемся, чтобы наши люди, наши мурманчане больше любили нашу родину, гордили Ну, а остальное потом, пускай, Валерий сейчас выскажет, про чем занимаемся Да, вот, про Караван 51, получается? Ну, не только про Караван 51 Кроме фактического воспитания, Росова, ну, я коротко назову, там, Российский ветеранов Борисан, а там, Мурманская область За счета прав ветеранов, инвалидов войны, это и военной службы То есть, не только афганцы, это и на Северном Кавказе, это и Ангола, на сегодняшний день и Сирия Значит, прав, помощь родственникам погибшим И, да, самое такое-то у нас, конечно, патриотическое воспитание Ну, это непосредственно работа с детьми, в первую очередь, наверное, да? Короче, с детьми, но не только с детьми, там, к примеру, там, даже тот же ветеран, тот же афганец, который, там, ну, есть случаи, когда, ну, злой на государство, что-то где-то там мало, там, скажем, плавит, там, еще что-нибудь Ну, вот, приходят к нам, то есть, первый раз, заходят, там, вот, то есть, он уже выходит с нашим музеем, ну, другим настроениями, другими, другими, там, мыслями Потому что-то не забывается, то есть, все это помнится, то есть, и война в Афганистане, и Северный Кавказ, и так далее Вот про музей, получается, вот вы сейчас сказали, у вас есть музей Так, у нас есть музей, точный адрес Папанина 34, друг 25 Музей у нас бесплатный, и вот сегодня у меня как раз 3 часа будет уже экскурсия с детьми Конечно, больше мы ориентируемся на детей, которые, потому что, на самом деле, вот я занимаюсь, я знаю, что наши дети очень плохо знают историю Я уже не говорю там про афганскую, чеченскую, они даже великую очередь слабо знают Ну, есть, вот у меня есть школа одна, один класс, они из третьего класса, а сейчас они уже в основном классе Они каждый год приходят, они уже, то есть, все равно очень много зависит от родителей Приходят классами, но бывает, что родители сами проводят, даже взрослым-то интересно И гости вот нашего города, есть которые ветераны, а есть просто люди по интернету находят, говорят, а можно к вам музей зайти? Да пожалуйста, потому что, как я говорю, если у детей даже 5% что-то останется, все, что я вам расскажу, и это уже приятно, уже какая-то победа Потому что, ну, вот сейчас вот по спецоперации, как говорят многие, мол, я бы пошел воевать, если бы это было бы здесь, в Мурманске Упаси бог, чтобы у нас такое было Лучше, честно, там не надо ждать, когда фашисты придут к моему дому То есть, у нас очень много патриотов, но есть, которые, конечно, бегут в Грузию Ну, кто бежит, дай бог им здоровья, земля им пухом А у меня вот вопрос про музей, вот там в экспозицию у вас что представлено? В экспозиции у нас Великой Отечественной войны Да, чем интересен наш музей, что, да, Великой Отечественной войны, экспозиция, и Афганистан, Северный Кавказ, и экспозиция Донбасса А, уже началась Она появилась с 2014 года, мы сами ее привезли Тоже, потому что караван 51, он существует с 2014 года И чем интересен еще музей, потому что рассказывают, проводят уроки мужества, вот именно участники данных событий Да, раньше были и участники Великой Отечественной войны, ну, сами понимаете, уже возраст-то, а так, участники афганские, они проводят Северный Кавказ, они проводят, Донбасс, они проводят И как это, отклик у детей? Ну, детям, детям очень нравится Во-первых, у нас, помните, у нас музей-то не такой, как вот Эрмитаж, да, у нас маленький Ну, во-первых, мы его делали своими руками, как мы с вами видели И у нас можно все потрогать, можем бронежилет померить То есть у меня получается где-то 30 минут, я им рассказываю, а потом они целый час, бывая, там, начинают, как бы, ну, играть Да, это слава богу Но они хоть могут почувствовать, что только когда на себя одевают каску бронежилет, говорят, о, так это тяжело Так для этого надо спортом заниматься, чтобы быть нормальным защитником И вот даже детские садики, детские садики приходят, и то им говорят, ну, да, тут надо знать, кому что рассказывать Ну, как-то уже так более-менее за 10 лет научились, потому что это старший класс, это старший класс, младшие Ну, мне кажется, что, кстати, для детей непосредственно работает вот этот механизм, когда рассказывают те, кто участвовали Вот у нас, например, в Зазерске я учился, и к нам приходили спасенные, выжившие с атомной комсомольца Вот, и когда слушаешь, ты понимаешь, что этот человек там был и рассказывает эти вещи, это, конечно, очень А с чего родилась-то вот идея, как создавался музей? Ну, помещение не маленькое, потому что кроме музея у нас там еще находится и тренажерный зал, и теннисный зал, и водные процедуры, ну, так как реабилитационный центр И комната отдыха, и фитобар, ну, это совместно с столовой, потому что есть у нас там и всякие вкусняшки, скажем так, и коктейли кислородные И так как не может быть, ну, по всей России-то везде-то, где общественные организации, ветеранов боевых действий, без музея никак, без истории Вот это вот, как я родилась. Музей создавался в короткие сроки, помогли и поисковики, ну, все, скажем так, помощь со всех сторон Ну, в основном, конечно, ветеранов боевых действий было такое, что уже не успевали к открытию Это было 27 ноября 2011 года мы открылись И чтобы успеть к открытию, вот так, то есть и начальник приходилось Кто рисует, потому что есть у нас ребята, которые понимают в рисовании, кто фотошоп Ну, там и добровольцы тоже помогали, да? Тогда еще добровольцы, вы имеете в виду Донбасс? Не-не-не, добровольцы, волонтеры, волонтеры Конечно, конечно, без, скажем, это немаленькая помощь, ребят, наши воспитанники Много тоже помогли, которые после армии были, которые и до армии Потому что мы там, как с Афгана пришли, то есть, в основном нормальные, скажу так, пацаны Они вот и включались в патриотизм, даже в 90-е годы, да, было сложно Лишь бы там семью прокормить, что-то как, ну, вот, выходили по школам Все равно же тогда объединялись? Конечно, конечно А вот вопросов, получается, реабилитационный центр много? Туда людей вот обращаются или состоят? Ну, скажем так, мы кроме, что на месте, мы уже, потому что у нас там нету лицензии медицинской Вот только, ну, скажем так, кедровая булочка, для этого не нужна лицензия Гидромассаж, аэромассаж, ну, что там, соль кинул, развел, там, пожалуйста Кое-какие аппараты есть, там, тот же биопатрон, там, тоже не требует лицензии У нас есть там человек, там, ну, все равно с медицинским образованием Когда вот, опять же, по возможности, почему? Потому что у нас все работают на общественном начале То есть, есть вся самая, основная работа Ну, когда, ну, человек там записывается, приходит, все Ну, как-то вот регулируется, когда человек свободен То же самое и уроки мужества Потому что про уроки мужества мы не договорили У нас на каждом возрастной ценз есть свои специалисты То есть, да, потому что там, к примеру, если, да, я с своими внуками, я знаю, как работать Ну, когда там, это Андрей Иванович, и еще есть Анатолий у нас Который, ну, он и педагог Ну, еще вот мы этим центром взяли В 14-м году, когда как раз первый раз организовывался «Карван-51» Вот там как раз мы тогда собирали гуманитарную помощь Ну, тогда, честно говоря, было у нас так Бабушки тогда несли все, честно говоря, даже на стойке вязаные Они сейчас несут, но тогда как-то это было в дикой штук И вот Валерий Александрович, он как раз был, кто ездил туда, в Чеченскую И он оттуда привез, вот когда ко мне приходили дети Ну, я им рассказывал, там, провели по-честному войну Про афганскую, чеченскую, они так слушали Ну, когда я подводил к центру, где вот именно Донбасс, Украина А Валера привез оттуда осколки града Я говорю, вот эти осколки со территории школы И у детей в глазах было видно, что что-то до них доходит Нет, не испуг А немножко начинали понимать, что, как вот вам хорошо Вы пошли домой со школы Прошли в школу, пошли, мама, папа А там ребенок идет в школу, не знает, придет он домой Будет ли дом, останется ли он живой И вот тут дети, немножко они сейчас вот со мной Так как война-то вот она у нас за дверями И они начинают поймать боли такое А когда они могут потрогать этот осколок Ну, но рядом все Да, и когда это понятно, что это не то, что там снежок А он, конечно, тяжелый год, так он еще раскаленный бывает И вот это, конечно, да Вот это был первый наш экспонат, который 14 года Вот именно свежий, по свежим таким Сейчас пополняется что-нибудь? Вот они сейчас ездили, я просил, чтобы они жевелин привезли Мы просто не были в курсе Сейчас надо иметь бумагу, для чего Ну, чтобы разрешили, специальное разрешение Ну да, сейчас мы узнали, где ее можно получить Ну, чтобы все было официально, без каких-то проблем И, возможно, в скором времени дети мурманские все Все непременно видят Что ж, я думаю, что в первой части программы Мы уже успели поговорить вот именно про музей И про центр реабилитации В следующей части программы после небольшого перерыва Мы вернемся и будем говорить как раз про акцию Которая была организована для помощи нашим мобилизованным и военнослужащим В зоне специальной военной операции Вот, напомню сразу контакты, друзья 921-708-2006 Это наш Телеграм и Вайбер Пишите свои вопросы туда Либо звоните нам по номеру 99-45-45 После небольшого перерыва Ну, а сейчас уходим на рекламную паузу Совсем скоро к вам вернемся Возвращаемся мы к вам, друзья Напомню, тема нашей сегодняшней открытой студии Своих не бросаем И сегодня мы обсуждаем о сборе средств Для дополнительной помощи нашим мобилизованным Северянам и военнослужащим, участвующим в СВО И общаемся с заместителем председателя правления Мурманской региональной организации Общероссийской общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана Андрей Лебедев И руководитель Центра реабилитации и интеграции инвалидов войны Командир гуманитарного конвоя Караван 51, Валерий Лазован Что ж, уважаемые гости Вот началась, получается, вот эта акция Да, у нас по сбору Как мурманчане, как северяне Отнеслись? Есть ли какие-нибудь уже промежуточные результаты, так скажем? Промежуточные результаты уже есть И, честно, как только было объявлено Стали приходить Суммы разные Один даже у меня в счетном есть 25 рублей Ну а так, большинство, конечно, вот так 300, 400, 10 тысяч переводили Женщина там, да, 15 тысяч переводила Ну я пойму, кто сколько может Тут уже, главное, хоть понемногу Вот часть, и у нас, чем хорошо, мы добились Когда открывали счет, чтобы не брали проценты Потому что я знаю, что у других Оно вроде и так вот Ну, со 100 рублей какие еще проценты платить? Ну, слава богу, вроде порешали Теперь проходит И каждый день так Ну, 6-7 человек приводят деньги-то стабильно Это вот только то, что я могу оследить А еще есть счет официально У нас в нашей группе контакт И наша группа российских ветеранов Вагенцах города Мурманской Там есть реквизиты, все, как пиар-код Так что, кому интересно, можете зайти Ну там сбор, получается, только денежных средств Или еще гуманитарка, там, не знаю, носки, вот как вы говорили Гуманитарка, это у нас как раз то, что музей на Папанино А туда, конечно, носки по счету не переведешь Ну а получается, вот, караван, то есть туда выдвигается какая-то машина С чем-то купленным или как? Ну, просто сам процесс Караван-51, это что-то значит Это 2-3 микроавтобуса Несколько легковых, обязательно внедорожник должен быть Почему? Потому что, ну, на передовой Там надо было, надо двигаться быстро И, ну, чтобы не успели срисовать Там, где будет, там все в разрывах Вот мы, к примеру, в прошлый раз там, вот у Изюма То есть, ну, мы нашим ребятам привезли И, ну, это чувака наши И в основном там много мурманчан Не буду говорить название, потому что, наверное, пока Командир чувака, это наш товарищ Тоже десантник, скажем И, да, ребята хорошо воюют Рисоваться не любят Мы им привезли там квадрокоптеры По медицине там привезли Хорошие, такую медицину Так, чуть продуктов Продуктов они там буквально коробок 5 там взяли Ну, по снабжению в плане этом хорошо Ну, не только за это Ну, да, и более-менее у них Ну, потому что после этого мы Северодонецк, Рубежный, Лисичанский Там нужнее А, то есть, вот так вот скромно на самом деле На передовой люди относятся К тому, что еще тоже не забывайте про мирных жителей Ну, так вот они это и просили передать мир Вот что поменялось такого существенного В вашей работе после того, как началась СВО? Ну, скажу так В первую очередь, я То есть, постоянно там Думаешь, думаешь В общем, об этом и думаешь Когда там По основной работе уже как-то немножко там Где-то страдает Но дело в том, что надо быстрее Победа будет за нами И надо быстрее ее приближать График работы Много общения с людьми Люди постоянно звонят Кто-то там понимает Кто-то там А дойдет мое, не дойдет То есть, такая консультативная помощь тоже идет? Конечно Ежедневно идет Десятками звонков Ну, приходится вот Людям сказать, что где они могут посмотреть Потому что мы когда там передаем Из рук в руки Все-то снимаем Принимающая сторона Слова благодарности Жители Мурманской области И так далее Ну, в основном мы работаем Что с Луганском Что с Донецком Что на Харьковщине Это, ну, с нашими ветеранами Ну, с афганцами Которые там сейчас? Да, да Почему? Потому что у них четкая информация Они там нас привозят Показывают воочию Потому что вот Северодонецкий И рубежим Очень страшно Как люди вообще выдерживают Это, конечно, шахтерский характер Вот проблема очень такая Что ты с людьми Преклонного возраста А с лежачими С инвалидами Это вообще То есть им не уйти И тем более там Пока-пока еще не Не все организовано К примеру В рубежном было Три пункта В выдаче Гуманитарной помощи А если Скажем Человек в годах Там То есть Где-то ноги Где-то что-то Ну, не дойдет Не сможет ее получить Да, да Вот такой Я помню Там Мы как-то рано в утром шли Что-то крана там Ну, человек двадцать И все там Преклонного возраста Они такие Да вот четырех Женщина Она сама россиянка С четырех утра Там вот занимаем очереди А для чего-то Ну, чтобы в десять часов Получить тарелку супа Я говорю А почему-то крана Там может не достаться То есть Есть там проблемы Вообще Очень Как без воды Без газа Без света Ну, мы там почувствовали Потому что две ночи Мы там ночевали Конечно, там в разных местах Потому что Мы тоже старались Там быстро-быстро Потому что Это тоже безопасность Ну, один концерт Все-таки Мы дали Ну, с комендантом Посоветовались Нашли один дом Нашли один дом Буквай П Девятиэтаж И сутаж Провели С людьми Вообще Я удивился Рядом был Пункт Выдачи Гуманитарной помощи Подъехали Заранее мы Не объявляли Пошли Ну, опять Цель безопасности Людям объявили Они все там А через полчаса Кушать нечего Нет, они пошли К концерту Ну, с нами еще Отечества нет Был Перевал там Хорошо Отработал Вообще удивительно Ну, вот так вот Если смотреть Непосредственно По настроению местных жителей Вот вы говорите То, что Ну, ветераны Афганистана Помогают, да На месте А вот остальные жители Как вообще В принципе относятся Сложно ли Что их больше всего Волнует Ну, я скажу так Что Плохого там Вообще Я вообще не слышал Ну, то есть Никакой русофобии Ничего Нет, нет С кем мы только не общались Мы специально общались Ну, с людьми Там, что и как Ну, да Бывало Какие-то взгляда Там, мимо пройдет И ничего не ответит Ну, то редкость Может, от стресса Ну, такой стресс Когда у тебя Такое происходит На территориях Получается А вот с чего Появилась идея Открыть сбор Потому что Я, как понимаю Есть несколько Сейчас Ну, много кто собирает Просто может Был присоединиться К кому-то Идея Идея Почему? Потому что В любом случае Как бы то ни было Мы тут знаем В основном Какие проблемы То есть Ребята Которые уходят И, конечно В основном Каждое подразделение Там должно Если он взвод Минимум Один квадроколтер Должен иметь Тепловиза Начник Он обязательно Конечно Там По несколько штук Это вообще Отлично Хоть один Должен иметь Ну, сами понимаете Что Все там Ну, хочется Быстрее остановить Эту нечисть Бандеровскую нечисть Ну, и закончится Что происходит Всем миром Да И получается Там То есть Как получается Люди там Пусть они не переживают Все там Что будем Ребятам Мобильзону Отсюда Отправлять Вручать Все будет Зафиксировано Что туда Повезем Тоже будет Зафиксировано Еще почему Туда везем Потому что Поистечили Времени То есть Где-то там Ну, скажем так Бандерсы Перехватили Какой-то Квадроколтер Там еще что-то Ну, пошутка Тоже бывает И наши перехват Они перехватывают То же самое Там и по По мудированию Ну, даже Иснашивается Ну, где-то там Не знаю Сейчас зима Еще скоро Что-то более теплый Наверное Да, да Где-то в бою Там где-то Ребезак Там Не было возможно Нательное белье Там еще что-нибудь Носки теплые Вот Поэтому Везем туда Уждаем Что, где Какие-то проблемы Вот Приходим Конечно В первую очередь Нашим землякам Помогаем А вот Вопрос у меня Про вещи Вот Начали говорить Все-таки Люди Северяне Могут ли Принести вещи Для Гуманитарной помощи Да, могут Это в основном Носки теплые Нательное белье Свитера Вот такие вещи Которые там Семь, понимаете Там где-то надо И постирать Нету возможности Хоть поменял Чисто Да и тоже Не до подшивания Там вдруг Разошелся Элементарно Да, да Конечно По модереванию У кого есть Возможность А модеревание Там Особенно зимний Там Те же Буршлаты Там приветствуются Да Вот мы говорили Как раз Про группу Вконтакте Получается Где можно Зайти Да А есть ли номер Какой-нибудь Куда обращаться людям Чтобы задать вопрос Диктую номер Плюс семь Девять Два Один Шесть Шесть Пять Один Два Пять Ноль Второй номер Плюс семь Девять Два Один Шесть Четыре Один Ноль Три Тридцать Три То есть это телефон По которому можно Позвонить Задать все Интересующие вопросы И в принципе Вот вы как раз Говорили Сегодня про Ну не знаю Про мобилизацию Или что-нибудь такое Ну вот человек переживает Я как понимаю Ну ветераны Вы уже Это прошли Просто ну например Даже Всегда люблю говорить за себя Ну что бы Да Моё мнение субъективно Но оно Моё Во всяком случае То есть ну действительно Страшно Не знаю что быть То есть можно позвонить Проконсультироваться И получить уже Какой-то экспертный На сей же день Уже около 800 тысяч Уже собрано На спецсчете На спецсчете Ни копеек Еще не потрачено Почему Есть комиссия Распределительная Наблюдательная Там и представители Военкомата Северного флота Правительство Общественной организации То есть Все это коллегиально Не будет делиться И исходя из потребностей Комиссия То есть кому Можно там Заманиться Еще вот Хотел отметить Один момент Как-то я сижу Там Я в кабинете В офисе Заходит Мужчина Но в годах Ну Около 70 Винов Бывшие военные Я хочу помочь Я так Ну Даю Реквизиты И так далее Там Нету У меня Наличные Я не понимаю Там Что Как Некогда Я больной И так далее Я удивился Он 200 тысяч Фамилию Не скажу Но он Не любит Когда Ну Михаил Михал Через несколько дней Внес Еще 100 тысяч Вообще Уже Там Другой парень Внес 25 тысяч Что-то наличные Которые Ну Не хотят Идти в банк У нас Ведомость Все Официально Проходит Через бухгалтерию Ну То есть Все Никакого И еще По этим номерам И тут Сейчас уже Будет возвращаться Наши Ну Не знаю Часто Вот Нас Назвали Афганцами Были Сирийцы Чеченцы Не знаю Как будем Назвать Наши Со спецоперацией Вот Люди Будут Приходить И Понятно Что Они Все Сожале Будут Здоровые Вот По этим Номерам Тоже Пускай Не обращаются Потому Что Хоть договориться Знать К какому Врачу Обратиться В 2014 году У нас началось Ну С помощи Ну Вынужденных Переселенцев Скажем так Ну Некрасиво Было Там Беженцы А вот Так И называли То есть Мы их встречали Ну Тоже Устраивали Ну Совместно С Правительством Все Это Совместно Ну Что ж Огромное Вам на самом деле Спасибо За то Что Делили нам Сегодня Время Вопрос Актуальный Вопрос Острый И Я надеюсь Что Все Действительно У нас Разрешится В положительном И позитивном Русле Но Сейчас Нужно Это просто Пережить И очень Хорошо Что есть Такие люди Как вы Которые Непосредственно Помогают Тем Кто там Тем Кто здесь Тем Кто пережил И так далее Ну что же Друзья Мы с вами Сегодня Прощаемся Услышимся И увидимся Завтра На телеканале Арктик ТВ И радиостанции Рекорд Меня зовут Алексей Баринов Увидимся До новых встреч Открытая студия Открытая студия